Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион» в студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Мы, город Куртана, предложены передать все учреждения здравоохранения до сентября в Краевую казну. Муниципального здравоохранения больше не будет. Об оптимизации отрасли, а также о новом порядке внесения изменений в градостроительной деятельности говорили на сессии депутатов. 2400 квадратных метров мы закрываем плиткой и порядка 2500 квадратных метров мы будем озеленять. Все идет по плану. Несмотря на погодные препятствия, большой культурный объект «Сквер» в селе Супсех планируют сдать уже к концу августа. Звук гусли сравнивают с гудением колокола. Затрагивая струны души, «Анапу» посетила ансамбль, возрождающий древнерусские музыкальные традиции. На Черноморском побережье наступает период высокой вероятности образования смерчей. В ходе специального селекторного совещания вице-губернатор Сергей Алексеенко поручил совершенствовать сеть визуального контроля и оповещения. Необходимо провести с правообладателями на пляже инструктаж, чтобы их спасатели информировали единую диспетчерскую службу, а на муниципальном образовании существуют также, либо через единость ординаций по формированию смерчей и визуально, которые они наблюдают. Это позволит вам, на муниципальном образовании, в свое время принять решение об оповещении населения. В перспективе в Краснодарском крае появятся специальные радиолокаторы, которые позволят выявлять и контролировать точки, где с высокой долей вероятности может сформироваться смерч. Строительство первой такой станции запланировано в районе Геленджика. Пока же обнаруживать и контролировать смерч можно только визуально. Глава курорта Юрий Поляков поручил городским службам провести дополнительные инструктажи. Мы не можем знать о том, что будет через час, через два. То есть мы смерч получаем с вами по факту. Вот он образовался и вот он опрошел. Поэтому у нас у всех расписаны мероприятия, как нам действовать. Это касается оповещения населения, все службы, МОПСПАС, все. Все знают, как нужно действовать. Знаете все? Поэтому эти вопросы держать на контроле и руководителя в лишний раз не мешало бы проинструктировать всех своих подчиненных. Сквер 80-летия Краснодарского края, который строится в субцехе, сдадут в эксплуатацию к концу августа. Сейчас там вовсю кипят работы. Часть территории уже выложена тротуарной плиткой, а по периметру главной площади установлены фонарные столбы. Из-за дождей пришлось нести коррективы в график и план строительства. Однако подрядчик заверяет, что к назначенному сроку успеют. Несколько месяцев назад эта площадка была неприглядным пустырем, заросшим травой. Пешеходные дорожки, ступеньки, а также зеленая зона – все это постепенно появляется вокруг памятника военной истории. Практически завершена разводка электрики для фонарных столбов. На входе появится арка со светодиодной вывеской. По периметру парка установят ограждение. Местные жители с нетерпением ждут нового культурного объекта. Это здорово, потому что чем больше есть зоны для отдыха, для пожилых людей, для детей, для молодежи, я думаю, что это хорошо. Я хочу прямо сразу сказать большое спасибо, большое спасибо. Почему я хожу часто на почту и все время вот тут траву дергала, около погиб, как памятник. А сейчас думаю, о, спасибо большое. Ежедневно здесь работает до 10 единиц техники и несколько бригад рабочих. Срок сдачи обозначенный главой города – 25 августа. Строительство объекта Юрий Поляков держит на личном контроле. Проливные дожди в середине июля внесли корректировки в график и обнажили слабые места. Юрий Поляков поручил более детально проработать ливневую систему и усилить опорные стены вдоль главного входа. По словам подрядчика, новые вводные не повлияют на скорость работ, объект будет сдан в срок. Участок был достаточно сложный, перепад по высотам порядка 15 метров. Сейчас удалось выровнять эти массы за счет строительства дополнительных опорных стен. 2400 квадратных метров мы закрываем плиткой и порядка 2500 квадратных метров мы будем озеленять, закладывать травой и сажать деревья. Под озеленение пойдет больше половины сквера, его общая площадь 4000 квадратных метров. Чтобы парк был вечно зеленым, здесь установят современную систему автоматического полива. Без этой системы в городе-курорте Анапа зеленых зон и быть не может. Это была аномальная жара, даже по городу видно, что многие газонные части у нас приняли зеленого-рыжеватый цвет. Но там, где автоматический полив, там ситуация не изменилась. К 25-му все работы будут выполнены. После основных строительных работ здесь установят скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. Сквер станет местом проведения массовых мероприятий и патриотических акций. Это подарок местным жителям годовщине основания Краснодарского края. Очередную дату на Кубани отпразднуют 13 сентября. Однако объект должен быть полностью готов уже 25 августа. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В муниципалитете продолжается ремонт городских и сельских дорог. Уже начаты работы по расширению улицы Ленина от Промышленной до Кольца в районе заправки Лукойл. А в станице Гастагаевска отсыпают дороги щебнем. Кроме того, в городе строят новые тротуары. Новая пешеходная дорожка появилась на улице Объездной. Здесь уложили 40 квадратных метров плитки и около 40 погонных метров бордюрного камня. Организовать здесь тротуар городскую администрацию попросили местные жители. К нам в администрацию обратился директор управления домами Ореховский Максим Леонидович с просьбой жителей сделать тротуар возле Объездной 39. Работы были начаны 5 дней назад. Сегодня работа закончена. Тротуар готов к эксплуатации. Новый тротуар появится и в районе пересечения улиц Маяковского и Ивана Голубца. Здесь также работы выполняются по просьбе жителей. Сейчас рабочие подготавливают основание под плитку. К ее укладке приступят завтра. Тротуар протяженностью 40 метров и более полутора метров шириной будет полностью готов уже через три дня. Кроме того, завтра приступят к благоустроительным работам у новой стелы на пересечении Крымской и Крестьянской. Там перестелят плитку, высадят цветы. Ежемесячные выплаты из материнского капитала могут оформить анапские семьи, и нуждающиеся в финансовой поддержке. Это касается только тех семей, в которых второй ребенок был рожден или усыновлен в 2018 году. Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, нужно общую сумму доходов семьи за последний год разделить на 12, а полученный ежемесячный доход разделить на количество всех членов семьи. Если итоговая величина меньше полуторакратного прожиточного минимума в регионе, то можно подавать заявление в пенсионный фонд. Воспользоваться правом можно до полутора лет со дня рождения второго ребенка. В Краснодарском крае размер выплаты составляет 9845 рублей. Ежемесячная выплата назначается на срок до полутора лет. Остаток материнского капитала можно будет потратить после достижения ребенком трехлетнего возраста на уже известные цели – улучшение жилищных условий, погашение ипотечного кредита или образования. По всем вопросам обращайтесь в пенсионный фонд. Гусляры из Суздаля провели для гостей и жителей курорта экскурсию погружения в историю Древней Руси. С помощью необычных музыкальных инструментов ансамбль «Лучина» исполнил духовные песни, русские былины и баллады. О ремесле гусляров, звонарей и других музыкантов ушедшего времени участники коллектива поделились с нашими корреспондентами. Насыщенный, полный, богатый звук – вот что отличает гусля от привычных струнных инструментов. Александр Леонов играет в ансамбле «Лучина» с начала 90-х годов. Как вспоминает музыкант, начинал с гитары, но, услышав мелодию, сыгранную на гуслях, сразу стал искать себе учителей. Иногда звук гуслей сравнивают с гудением колокола. Я не вижу в этом ничего такого, как сказать, богохульного, потому что, да, по богатости абертонов, вот этому вот звучанию плюс-минус. То есть у нас нет здесь звучания, как на металлофоне, вот одна нота, да? То есть струна, тут звук гуляет, он. И колокол, собственно, так же звучит, русская форма колокола звучит так же. Кроме вот чувства восторга и умиротворения, ну ничего не скажешь. Вы знаете, я повторюсь, слушала много, читаю много, но это уникальный, уникальный абсолютно ансамбль. По словам музыкантов, в России нет ни одного класса, где бы обучали игре на гуслях. Сам Александр учился у старших мастеров. Даже инструмент сделан его собственными руками. Все детали этого инструмента я расчерчивал сам. Значит, инструмент, что из себя представляет, в единичном экземпляре, он воссоздает. То есть это реконструкция кладов тех, что найдены полуистлевшие гусли в Великом Новгороде. И предположительно на них играли княжеские гусляры. Необычная музыка не оставила равнодушным ни одного зрителя. Ансамбль «Лучина» гастролирует по всей стране, покоряя сердца слушателей задушевными мелодиями. Как отмечают участники коллектива, она повстретила их теплым солнцем и гостеприимными жителями. Музыканты не исключают, что вернутся сюда снова. Ольга Родина, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа-регион. Фотосессии с финалистками проекта «Мисс Анапа-2018» – дегустация вин и краснодарского чая. Шоу-программа и масса сюрпризов. Так прошло автопати конкурса красоты. Его организатором выступили от Ильевина «Абрау-Дюрсо» и сеть фирменных магазинов «Краснодарский чай». Главные героини вечера дефилируют по импровизированному подиуму. Сегодня без привычной конкуренции и оценок жюри. Автопати – мероприятие неформальное, больше для души. Надежда Йенка – победительница конкурса «Мисс Анапа-2018». До сих пор не может поверить, что взяла первую корону города. Это было настолько неожиданно, я аж заплакала. Я понимаю, что я «Мисс Анапа», и у меня прям ноги затрясли. Слабо этого не видно было, потому что платье длинное было. Но это просто, это непередаваемые ощущения. Ателье «Вина Абрау-Дюрсо» и сеть фирменных магазинов «Краснодарский чай» являются одними из главных партнеров проекта. Сегодня балуют конкурсанток, а также анапчан и гостей курорта, эксклюзивными напитками и вкусными угощениями. Каждый желающий мог принять участие в дегустации премиальных вин от вил и романов, ароматного чая и эко-сладости от местных производителей. Обычно такие мероприятия носят закрытый формат, но в этот раз здесь решили выйти за рамки. Мы посчитали, что это было бы несправедливо, потому что конкурс красоты Мисс Анапа 2018 – это общее городское событие. И хотели бы, чтобы в нем могли поучаствовать все желающие, то есть это жители города курорта Анапы и гости. Я хочу сказать, что это ребята, с которыми действительно очень приятно иметь дело. Это люди, прежде всего, дела, люди, которые поглощены и с любовью относящиеся к своему делу. Вот, очень компетентные ребята. Мне очень приятно с вами. На мероприятии был также представлен новый безалкогольный напиток на основе виноградного сока. Абрао Джуниор вобрал в себя вкус лета и сладких кубанских ягод. Сто процентно натуральный продукт уже поступил в продажу. Ателье «Вина Абрао Дюрсона» проспекте Революции 3 является официальным представителем русского винного дома в Анапе. Здесь регулярно проходят тематические мероприятия дегустации напитков и продукции собственной экофирмы. Цель команды – формирование культуры потребления качественных российских вин. Компания получила признание на международных конкурсах и ручается за качество своего продукта. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.